Продолжаем программу. В преддверии 8 марта наш специальный репортаж сегодня из мотострелкового объединения Западного военного округа. В округе сейчас служат более 4000 женщин военнослужащих и в тонкостях женской воинской службы разбиралась Ксения Косицына. Есть такая категория девушек, которые отмечают и 23 февраля и 8 марта. Вот, например, Александра в армии с сентября, а Олесе уже целых 10 лет. Девушки, расскажите, а что для вас важнее, 8 марта или 23 февраля? Какой праздник ближе? Здесь, пожалуй, оба праздника как бы близкие к сердцу. Все-таки 8 марта это ближе нас праздник, потому что все-таки мужчины, наши любимые, нас поздравляют и командиры тоже. Они не забывают, что мы женщины, что мы красивые, обаятельные, харизматичные, поэтому очень приятно внимания. Мы вот в преддверии праздника в платьях, а девушки нам сказали, что у вас один жилет весит 40 килограммов. Расскажите, что на вас надето вообще и сколько все это весит? Вот бронежилет у нас, ну так, порядка уже, наверное, килограмм 20 с лишним он есть. Потом разгрузка идет, здесь у нас находятся боеприпасы, магазины, аптечка, автомат 3 с лишним тоже килограмма, каска. Чтобы испытать на себе все тяготы международного женского дня в армии, придется расстаться с некоторыми привычными женскими вещами и обратиться к не совсем привычным. А поможет мне в этом Екатерина, которая служит уже почти год. Екатерина, что ли, а как это делается? Выходите обычно в этом целый день. Занятия проходят как дневные, так и ночные. Часов 5 по 6. То есть, представляете, 20 килограммов носить на себе по 5-6 часов. Я чувствую себя довольно странно, потому что кажется, что половину не вижу и половина моих действий ограничена. Но сейчас попробуем, как вообще в этом можно что-то делать, стрелять, бегать, прыгать. Ну что ж, перед вами рядовой Косицына. Теории стрельбы меня обучили. Сейчас мы перейдем к практике. Мы уже находимся в окопе. Сейчас вот сюда установим магазин. И я к бою готова. Огонь! Рядовой Косицына стрельбу окончила. Девушки в вооруженных силах Российской Федерации проходят службу в основном в подразделениях обеспечения. Это войска связи, как, например, сегодня мы показываем занятия по огневой подготовке. Но вместе с этим к ним привлекаются такие же требования и нормативы, которые предъявляются к остальным военнослужащим. То есть особых различий между мужчинами военнослужащими и женщинами в вооруженных силах Российской Федерации у нас нет. Они исполнительные женщины. Женщина поставила задачу, она всегда выполняет, доложит. Да, ну что тут сказать? В каждой профессии есть свои тонкости и свои трудности. Женщинам военным, например, можно поставить отдельный памятник только за то, как они управляются вот со всем вот этим, в чем я сейчас запуталась. И в этом году самое большое свое поздравление с 8 марта я хочу адресовать именно женщинам военным.